Опрыскиватель садовый. Опрыскиватели относятся к категории техники, применяемой в саду, на дачах при усадебных участках, на территориях фермерских хозяйств. Опрыскиватель садовый помогает обработать растения или деревья, с его помощью очищает насаждения и сорняков. Применение этой техники в саду дает возможность обрабатывать наиболее сложные планеты доступа места. По желанию можно приобрести разнообразные виды опрыскивателей, оснащенных воздуходувками, можно купить пистолет-опрыскиватель «Лейки». Вместо более эффективных инструментов, их выбор очень разнообразен. Виды садовых опрыскивателей, растения, кроме основных агротехнических мероприятий, нуждаются в дополнительном уходе. Их нужно обрабатывать от вредителей и болезней, распылять жидкие гербициды и проводить в некорневые подкормки. С этой целью садоводы и огородники прибегают к использованию опрыскивателей для обработки растений при наличии поражений. Они запросто справятся с такими вредителями сада, как жуки и насекомые. Способны помочь преодолеть различные виды споровых и гнилозных инфекций. Садовые опрыскиватели-агрегаты исполняют роль опрыскивателей для применения в профессиональной сфере. Представлены в широком ассортименте и отличаются в зависимости от принципа работы, источника питания, технических характеристик. Могут передвигаться на колесиках и по образу ранца одеваться за спину. Их можно дополнить телескопическим универсальным бронспойтом для садовых опрыскивателей длиной 2,2 метра под названием «ЖУК». Их объем тоже различный, находится в пределах от 2 до 20 литров. По принципу действия классифицируются на ручные, помповые, дизельные, аккумуляторные, электрические. Ручные рычажные опрыскиватели – это разновидность распылителей и считается дачным вариантом опрыскивателя. Он наиболее популярен у дачников. Используется в основном в быту, но хороший для работы в теплицах, оранжерях, цветочных магазинах. Ручные опрыскиватели отличаются универсальностью, их можно применять для распыления жидкостей при уходе за растениями. Кроме того, они годятся для обработки других объектов и поверхностей, например при дезинфекции помещений. Принцип действия – механический, запускаются вручную и нуждаются в работе мышц. Оснащены пластиковыми емкостями в основном объемом 10-12 литров, благодаря чему нет надобности останавливать работу для добавления рабочего раствора. Опрыскиватель удобно носить, так как весит он всего 4,3 кг и закрепляется на спине ремнями. Для запуска вмонтирован рычаг. Съемную штангу при необходимости можно снять, заменив на более длинную или телескопическую. При помощи мембранного насоса в аппарате создается рабочее давление в 4 атмосферы. Ручно-рычажный опрыскивателя режим распыления регулируется, струя превратится в туманоробразное состояние. Если поменять форсунку для работы опрыскивателя в другом режиме, материал из которого изготовлена емкость, не восприимчив к действию агрессивных веществ, они не представляют для него никакой угрозы. При этом температура не должна превышать отметку термометра плюс 40 градусов. Хорошим вариантом является применение легкого бытового опрыскивателя для комнатных цветов объемом всего несколько литров. Преимущество для работы не требуется аккумулятор топлива или другие источники питания. К недостаткам относит вес агрегата в наполненном виде. При обработке больших делянок становится причиной усталости руки. Важно! При работе с ядовитыми растворами следует обязательно надеть респиратор, чтобы защитить органы дыхания от повреждений. Помповые опрыскиватели они бывают трех видов – ручные, наплечные, колесные. Объем бака помпового поршневого устройства типа квазар колеблется от 3 до 12 литров. Принцип действия состоит в наличии помпы, вмонтированной в крышку и создающей давление в 3-4 атмосферы. Снизу расположен шланг длиной 1-1,5 метра. Он соединен с трубкой и наконечником-форсункой. Также распылитель оснащен рукояткой и рычагом. Кнопка затвор в верхней части емкости используется при длительном периоде обработки. При спаде давления с помощью ручки рычага его накачивают и снова приступают к работе. Достоинство – удобен, дает возможность обработать в один прием около 30 соток площади. Долговечен при правильной эксплуатации. В нем воплощены разные конструкторские решения, их также носят за спиной, поэтому подобные модели называются ранцевыми. Важно! Очень часто неопытные садоводы оставляют аппарат в особных помещениях на зиму. Скопившиеся в ручке остатки раствора становятся причиной ее размерзания, ведущему к образованию трещины и протеканию. Недостатки – высокая цена, большой вес полного бака и необходимость подкачивания давления. Аккумуляторные модели эта разновидность распылителя применяют на приусадебных грядках больших размеров. Главным условием функционирования является наличие батареи и источника питания. Ее можно подзаряжать, подключая к сети электропитания на период около 5 часов. Аккумуляторные опрыскиватели оснащены баком объемом от 5 до 20 литров. Они отличаются мобильностью. Для опрыскивания не нужно запасаться бензином и маслом. По сравнению с ручными не требуют дополнительных усилий, но при полном баке тяжелые. Решить проблему можно, заполняя бак раствором только частично. Аккумуляторный опрыскиватель комплект состоит из телескопической распылительной трубки из нержавеющей стали длиной 1 метр. Аппарат оснащен регулятором оборотов мотора. Встроенный вольтметр контролирует зарядку батареи. Для обеспечения эффективной обработки применяют различные насадки. Напряжение, вырабатываемая батареей, поступает к насосу для эффективной работы опрыскивателя 12 в. Одной зарядки достаточно для работы в автоматическом режиме в течение 6 часов. При наличии пауз продолжительность работы увеличивается. Применение электрического опрыскивателя для огорода или сада выигрывает при сравнении с ручными вариантами достоинства очевидны. Высокая эффективность и производительность, отсутствие шума, наличие системы, регулирующий уровень давления, экономия времени, не приходится снимать ранец, чтобы подкачать давление. Габариты небольшого размера устраняют необходимость нагрузки на руки. Хоть эта разновидность более дорогостоящая, но она представляет интерес как почти идеальный инструмент. Бензиновые аппараты, они оснащены двигателем внутреннего сгорания, в процессе работы он издает шум, потребляет бензин или дизельное топливо. Хорош такой опрыскиватель для деревьев и растений, с его помощью проводить обработки намного легче. Одна из разновидностей этого типа, мотоопрыскиватель, оснащена двухтатным типом движка. Благодаря этому, в нем создается достаточно мощный воздушный поток, который направляет смесь на объект для опрыскивания. Бензиновый опрыскиватель на бензоопрыскивателях обычно устанавливается двигатель, мощность которого находится в диапазоне 1,6 л.с. Если на агрегате установлен мотор мощностью более 4 литров, то его относят к профессиональным моделям. Для распылителя, работающего на топливе, наилучшим вариантом считается легкий и мощный двухтатный агрегат. Наличие еще одного насоса делает доступной обработку высоких деревьев. Если он отсутствует, также можно обрабатывать деревья, которые достигают высоты от 6 до 8 метров. Досягаемая площадь находится в радиусе до 15 метров. Это значительное преимущество, но существуют и другие плюсы – экономия расхода химикатов несколько раз благодаря качественному распылению, повышению скорости проведения процесса в разы. Мощная струя дает возможность опрыскать даже труднодоступные объекты, так как процесс автоматизирован. Человек при работе с бензиновыми моделями тратит минимум усилий. На заметку, инструменты на бензине можно использовать не только для распыления жидкости, но и для обработки сыпучими веществами и химическими препаратами. Навесные садовые распылители могут стать дополнительными агрегатами к трактору. Их мощность равна 60 лошадиным силам. Объемный бак 600 литров массой 230 кг делает возможной бесперебойную работу в течение длительного периода. Мощный насос перекачивает от 70 до 100 литров ежеминутно. К тому же он способен обработать обширную территорию. Ширина захвата разбрызгивателя составляет 8 метров. Некоторые из крупногабаритных аппаратов оснащены вентилятором. Эти мощнейшие приспособления являются наиболее эффективными при обработке полей и садов, занимающих большие территории. Опрыскиватели крепятся на мотоблок или на другие самоходные устройства при обработке садовых зон. Как выбрать садовый опрыскиватель? Выбор опрыскивателя для использования на садовом участке зависит от многих параметров. Но суть вопроса одна, чем лучше прибор распыляет, тем более эффективным считается процесс. Выбирая аппарат, следует обращать внимание на то, какая мощность двигателя и скорость распыления. Обязательно следует оценить способность форсунок распылять вещество. Сокращается расход раствора, чтобы опрыскать 0,05 территории придется использовать лишь 6 литров. Если надо провести распыление в помещениях, лучше выбрать аккумуляторную модель. Обратите внимание, более удобным вариантом будет наличие широкой горловины, в которую легче заливать обрабатывающую жидкость. Обязательно применять мелкая сетечка, которая предотвратит попадание мусора в емкость. Наиболее популярным среди дачников считается ручно-рычажный вариант. Но все чаще применяются более дорогостоящие и эффективные приспособления, облегчающие обработку. Можно воспользоваться информацией о наиболее востребованных моделях, которые занимают первые места в рейтинге аналогичных аппаратов. При огромном желании можно сделать опрыскиватель своими руками. Для этого понадобится емкость из пластика для рабочего раствора, чем она больше, тем практичнее. Для изготовления самодельного распылителя или опрыскивателя потребуется также фильтр для очищения жидкости от мусора и примесей. Опрыскиватель можно сделать своими руками. Нужно позаботиться о наличии удлинителей стандартной телескопической удочки. Она должна быть длинной, чтобы охватить максимально большую территорию. Подходящая длина 110 или 230 сантиметров. Из материала лучше взять нержавеющую сталь или латунь. Понадобится центробежный насос. Используя инструкцию по изготовлению, можно смастерить вполне хороший бюджетный вариант аналогичного действия. Уход за опрыскивателями. Каким бы ни был опрыскивающий аппарат, он нуждается в уходе. Пользоваться им следует аккуратно. Сохранить функционирование можно при условии соблюдения некоторых правил. Приготовленный раствор следует заливать в опрыскиватель осторожно. Избегать размещения наконечника на поверхности почвы, чтобы твердые частицы не замусорили форсунки. Контролировать правильность сборки и установки деталей и узлов. Проверять клапаны и крепеж, чтобы они оставались исправными и герметичными. Не оставлять на улице в морозную погоду. После использования промывать водой. В случае повреждения проводят ремонт садового опрыскивателя, состоящий в замене деталей комплектующих. Запчасти на проведение ремонта опрыскивателя можно приобрести в специализированных точках продажи. Все эти мероприятия сохранят устройство исправным в течение долгих лет, облегчая процесс работы в саду или на приусадебном участке. Его исправное состояние обязательно отразится на количестве и качестве урожая. 0.0 vote article rating Субтитры создавал DimaTorzok